Нападение на сотрудников ДПС Нальчика произошло вечером 24 января. На двух сотрудников, внесших дежурство, напали четверо вооруженных ножами мужчин. Один из сотрудников полиции получил несколько ранений. Полицейские открыли огонь по нападавшим из стабильного оружия. Двух ликвидировали на месте, еще двух ранили. Их доставили в больницу, где они скончались. Нападавшими оказались четверо жителей Ингушетии. В местном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кабарине Балкарской Республики возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации по сегательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, 24 января 2019 года около 18 часов экипаж ДПС УГБД МВД по Кабарине на Балкарии нес службу на перекрестке улиц Суворова и Едарова в городе Нальчик. Во время, когда инспекторами для проверки документов была остановлена автомашина, к ним приблизились четверо шедших портатуару мужчин, воспользовавшись тем, что внимание инспекторов было сосредоточено на проверке автомашины, они напали на них, используя в качестве оружия ножей. Сотрудниками полиции был открыт огонь по нападавшим, в результате чего трое из нападавших были ликвидированы на месте, четвертый был ранен, впоследствии вчера скончался в больнице. В настоящее время Следственным комитетом МВД по Республике Кабардино-Балкарской Республике и другими службами установлены личности нападавших, проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Также устанавливаются детали нападения, мотивы по нападению на сотрудников полиции. По имеющейся информации в городе Нальчик указанные лица добрались по путным автотранспортом, предположительно на такси. Цель устанавливается следствием. Ингушский лидер отметил, что, к сожалению, молодые люди, забыв все заповеди, а даты, обычаи и традиции принесли горе в первую очередь в дом своих родителей. На фоне случившегося глава дал указание руководству республиканского МВД дать оценку работе участковых уполномоченных полиции Молгобегского района, где проживали нападавшие. Случай сам по себе такой вопиющий. И здесь мы должны очень скрупулезно, глубоко изучить сам факт нападения на жителей, оруженцев Мингушетии, нападения на сотрудников органов правопорядка, в частности, сотрудников ДПС по Кабардино-Балкарии. Ну и, конечно, максимально в короткие сроки причины, побудившие на это, и кто их столкнул на это преступление, кто за ними стоит. На это просил бы обратить самое-самое пристальное внимание. Глава региона дал поручение Совбезу Ингушетии во взаимодействии с правоохранительными органами выявить цель поездки молодых людей в Нальчик и мотивы поступка, провести профилактическую работу с родственниками и ближайшим окружением нападавших. Также была поставлена задача провести внеплановое заседание АТК во всех районах республики. На ряд вопросов ответы должны быть. Это совместно должна быть работа. Чем эти молодые люди занимались? С кем контактировали? С кем контактировали? Куда ездили? Куда они ездили? Вот круг общения ихний. Круг общения. В какие мечети ходили? Не для того, чтобы осуждать саму мечеть, а для того, чтобы имам этой мечети выступил с осуждением вот этого действия. Чтобы имам сказал, что я вас и других таким действием никогда не призывал. Если вы в эту мечеть ходите, проповеди мои слушаете, тогда слушайте меня, а не какие-то идеологи из-за границы или кто-то голову вам замутил. Для этого нужно, чтобы по мечети разбираться. В завершение встречи Юнус Бек Кевкуров попросил Совет ТЭПов, религиозных деятелей районов, сел и других общественных организаций присоединиться к детальному разбору данного инцидента и оказать правоохранительным органам содействие в расследовании. Зелимхан Калоев, Новости 24. Продолжение следует...